Дорогие братья и сёстры, приветствую вас с любовью Иисуса Христа. И сегодня я хочу поговорить с вами о 83-м псалме, в котором псалматевец призывает нас хвалить Бога. Хвалить Бога не с того места, где мы приходим в Его присутствие, а хвалить Бога, потому что мы можем прийти в Его присутствие. И здесь написано следующее, с 5-го стиха. «Блаженны живущие в доме твоём, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе. Проходя долину из плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает её благословением, приходят от силы в силу». И даже с 11-го стиха. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога дома Божия, нежели жить во дворах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь даёт благодать и славу. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на тебя». Вы знаете, когда мы проходим с вами тяжёлые времена, здесь написано, что когда мы будем идти в долины плача, то мы будем там находить источники. И, возможно, к этому месту как раз и отсылал Иисус, когда говорил, что если мы будем мудры, как змеи, и просты, как голуби, мы сможем находить источники жизни даже там, где, казалось бы, только один плач, там, где, казалось бы, есть только одно страдание. Мы можем действительно увидеть те источники, которые Бог открывает. Мы уже много раз слышали всякие притчи о том, что человек, двигаясь по пустыне, ему говорит, он хочет пить, ему какой-то голос с неба говорит, поверни направо. Он поворачивает голову направо и видит бескрайнюю пустыню и говорит, нет, что я пойду направо? Я пойду прямо, там, скорее всего, будет источник. Он идёт дальше и дальше и дальше. Но когда он умирает, его душа возносится наверх, и Бог показывает ему, смотри, если ты вот здесь свернул направо, через 10 метров был бы колодец, если бы здесь свернул направо, у тебя было бы через 20 метров колодец, если бы здесь свернул направо, было бы через 5 метров колодец, но ты продолжал упорствовать, идти и страдать. В результате ты не удалил свою жертву, ты не увидел их и этих источников. Нам нужна мудрость услышать голос Божий. И где его можно услышать больше всего и лучше всего? Его можно услышать действительно в Доме Божьем. Поэтому написано «Блаженны живущие в доме твоем». Но имеется ли в виду, что мы должны жить в храме? Конечно же нет. Те, кто жили в храме, это были священники и левиты. Не все священники и левиты. Но здесь имеется в виду, когда мы, наша душа, которая написана в Писании еще дальше, написана «Восхвали душа моя Господа, не забывай всех благодеяния Его». Наша душа находится в храме, в нашем теле, который является храмом Духа Святого. И эта душа, которая вызывает Бога, которая дает нам эту жизнь, которая способна под водительством Духа Святого искать те самые источники и находить их в долине плача, как раз эта душа и будет воспевать. Нам нужно, чтобы наша душа была все время подпитываема Словом Божьим. Потому что дальше мы с вами будем читать в тех же псалмах, написано, что вера, она отслышание Слова Божьего. И нам обязательно нужно укрепляться в Слове. Я призываю вас, читайте Слово Божье, насыщайте своего духовного человека, насыщайте свою душу тем, что проникает до разделения Духа, Души и Тела, составов и мозгов. Насыщайте его тем, что дает нам мудрости, потому что с этой мудростью Господь сотворил и небо, и землю. И когда мы насытимся этой мудростью, когда мы будем действительно смотреть туда, куда Бог хочет, чтобы мы смотрели, будучи вводимым Духом Святым, мы увидим эти источники даже в дарении самого скорбного плача. И поэтому я призываю вас, читайте Слово, укрепляйтесь в нем, относитесь к себе, как к храму Духа Святого, не дайте ему иссыхать от уныния, потому что уныние написано, унылый дух сушит кости. Нам нужно постоянно радоваться в Господе и понимать, что мы сегодня проходим испытания, и только претерпевший до конца спасется. Мы об этом читали с вами в Евангелии от Луки, где написано, что терпением своим мы спасаемся. Поэтому благословляю вас на то, чтобы вы относились к этому как к очередному испытанию, которое мы должны все пройти вместе, сплотившись вокруг Божьего Слова, поставив Иисуса в центр нашей жизни. И там, где Бог будет на первом месте, там все будет на своем месте. И тогда то, что здесь написано, произойдет блаженный, живущий в Доме Твоем. То есть мы будем на высшей степени блаженства, имея такие взаимоотношения с Богом. Будьте благословены. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok